Благодарю вас. Спасибо. Присутствует также наш уважаемый гость, председатель Межпарламентского союза, госпожа Тулия Эксен. Тема нынешнего форума, роль парламента в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности, исключительно важна и говорит сама за себя, подчеркивает характер глобальных, фундаментальных трансформаций, которые происходят на нашей планете сегодня. И ваши открытые дискуссии, прямой разговор народных представителей друг с другом в полной мере созвучны самой философии, принципам миропонимания нашей организации. Это учёт интересов друг друга, опора на демократию в международных отношениях, уважение к суверенитету, к праву на самобытное развитие каждого. Эти БРИКСовские принципы близки и понятны всем участникам нашего объединения, быстро растущего и обретающего качественно новый уровень влияния на динамику событий в мире. Повторю, сегодня парламентский диалог, в том числе в рамках БРИКС, важен как никогда. Ведь вы, как представители интересов своих народов, выразители их политической, национальной воли, остро чувствуете подлинные запросы, настроения и потребности миллионов, а можно без преувеличения сказать, миллиардов людей на нашей планете. И, уверен, внесёте весомый вклад в решение вопросов социально-экономического развития стран БРИКС, в повышение благосостояния наших народов. И, конечно, сделаете всё возможное для снижения международной напряжённости, для формирования более справедливого, демократичного, многополярного и многостороннего миропорядка. Мы хорошо понимаем, что становление мироустройства, отражающего реальный баланс сил, новую геополитическую, экономическую, демографическую реальность, процесс сложный и во многом, к сожалению, даже болезненный. И прежде всего потому, что усилия участников БРИКС и других развивающихся стран наталкиваются на ожесточённое сопротивление правящих элит государств так называемого «золотого миллиарда». Действуя вопреки исторической логике и нередко даже во вред долгосрочным интересам собственных народов, они сегодня стремятся зафиксировать некий порядок на своих так называемых правилах, которые никто не видел, никто не обсуждал и никто никогда не принимал. И такие правила пишутся или корректируются каждый раз заново, под каждую ситуацию в интересах тех, кто считает себя исключительным и присвоил себе право диктовать свою волю другим. Прямо в лучших традициях классического колониализма. Это явная попытка подменить легитимные международные права, попытка создания монополии на истину в последней инстанции. А такая монополия разрушительна. Нарастает давление на всех, у кого есть своя позиция. Вопреки принципам международного права в ход идут силовые принуждения, односторонние санкции, избирательное применение правил торговли, шантаж. Мы видим и попытки ограничить прямые контакты законодателей, что противоречит принципу свободного межпарламентского сотрудничества. Суверенному праву официальных представителей каждого государства отстаивать его национальный интерес. Поэтому сейчас кратно повышается значимость и востребованность коллективной работы народных избранников по созидательной повестке нашего объединения. Напомню, что главная цель текущего председательства России в объединении – создание максимально благоприятных условий для поступательного развития всех его участников. Убеждён, что, действуя вместе, сплочённо, мы сможем добиться максимальной реализации экономического, инвестиционного, технологического и человеческого потенциалов наших стран, укрепить конструктивное влияние БРИКС на мировые процессы, сделать мир, в котором мы живём, более безопасным и гораздо более гармоничным. С этого года число участников нашего объединения увеличилось до десяти. Каждое государство самобытно несёт в себе древнюю культуру и традиции, реализует свою модель социально-экономического и политического развития. И Россия прилагает все усилия, чтобы новые члены объединения эффективно встроились во все его многопрофильные механизмы. Неоднократно отмечал, что БРИКС – один из ключевых элементов формирующегося многополярного миропорядка, который во всё возрастающей степени отражает интересы и чаяния государств и глобального юга, и востока, и наших сторонников во всём мире. А количество их очень велико и постоянно возрастает. Мы открыты к укреплению взаимодействия со всеми странами, выражающими интерес к деятельности БРИКС. Ведём активный диалог в формате «БРИКС плюс Аутрич». Работаем над учреждением категории государств-партнёров. Один из приоритетов объединения – достижение позитивных перемен в мировой экономике. Большое внимание уделяем увеличению доли национальных валют в торговле и инвестициях, а также разработке безопасных и надёжных финансовых инструментов и механизмов взаимных расчётов. Особую роль в установлении более доверительных, прочных и долгосрочных отношений между государствами имеют налаживание и гуманитарных контактов. Пользуясь случаем, хотел бы пригласить вас, уважаемые коллеги и друзья, в Россию, в Санкт-Петербург на 10-й юбилейный Санкт-Петербургский международный культурный форум, который состоится 12-14 сентября. По традиции это всегда содержательный и откровенный разговор по самым важным вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. А наша северная столица, в которой мы сейчас с вами находимся, Санкт-Петербург, вновь будет рад гостям и из стран нашего объединения, да и со всех государств, которые стремятся к сотрудничеству друг с другом. Уважаемые друзья, дамы и господа, мы перешагнули экватор российского председательства в Брискс. Идёт непрерывная работа по всем направлениям взаимодействия – политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи, о которых я только что сказал. Так запущен регулярный механизм сотрудничества в транспортной, в ядерной сфере, в ядерной медицине. Успешно прошли спортивные игры Брискс, в которых приняли участие атлеты из 82 государств. Разыграно 387 комплектов медалей. Мы и дальше собираемся наращивать темпы работы. До саммита Брискс в октябре у нас запланировано ещё много самых разнообразных мероприятий. Повторю, открытость, справедливость и равноправие – вот принципы, которые объединяют страны Брискс. И роль парламентских форумов, конференций и их утверждения в мировой политике поистине огромна. Говорю это без всякого преувеличения. Да, Брискс пока не имеет собственной институционально оформленной парламентской структуры. Но полагаю, что в будущем эта идея обязательно реализуется. И ваш форум, уверен, будет этому способствовать. Главное, что такие встречи уже зарекомендовали себя как пример доверия, взаимной поддержки и свободного диалога. Укрепляют авторитет самой организации и её влияние в мире. Позвольте пожелать вам успешной и плодотворной работы. И, конечно, думаю, что у вас будет время, чтобы полюбоваться Санкт-Петербургом. Он составляет гордость России и является, безусловно, достоянием всего человечества. Всего вам самого доброго и благодарю вас за внимание. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ